Территориально-общественное самоуправление Старый аэропорт и Наринмарский авиаотряд подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи на документе поставили председатель ТОСа Виктория Боброва и генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерия Стопчук. Сегодня в микрорайоне Старый аэропорт располагаются 200 частных домов, в которых проживают около 250 человек, 100 из них – дети. Территориально-общественное самоуправление Старый аэропорт активно участвует во всех программах и конкурсах муниципалитета и региона, получает гранты на реализацию своих проектов. Это первый ТОС города Наринмара и Нейска автономного округа. Он был первый как юридическое лицо зарегистрирован на территории Архангельской области и Нейского округа. Мы активно участвовали в программах городского бюджета, в частности занимались озеленением, отсыпкой проездов, участвовали в программах региона. В частности, брали летом на работу подростков, они убирали мусор в течение месяца и также занимались озеленением. Жители микрорайона активно включились в реализацию программы формирования комфортной городской среды. Сейчас вышли по окружной программе местных инициатив с устройством хоккейной и спортивной площадок. Сотрудничать с авиапредприятием ТОС начал еще год назад. Тогда на детской площадке в микрорайоне Старый аэропорт прошел праздник «Крылья Арктики», приуроченный к 95-летию гражданской авиации России. Документ, подписанный сторонами, позволит на правовом уровне закрепить это сотрудничество. Хотели бы мы совместно с авиапредприятием вырастить детей, которые будут патриотами своего микрорайона, своего города, своего округа, своей страны, которые бы знали историю возникновения Старого аэропорта. В планах у нас создание музея истории Старого аэропорта, чтобы дети приняли активное участие в собирании информации, в создании самого музея. Рассказывали, как их бабушки и дедушки в годы войны строили аэродром и о полетах, которые совершала полярная авиация. История микрорайона напрямую связана с гражданской авиацией. В Старом аэропорту находился первый аэродром Наринмара. Поэтому сохранение исторической памяти – это приоритетное направление сотрудничества. Также в планах привлекать молодежь в отрасль гражданской авиации. Цель нашего соглашения – это привлечение, во-первых, молодежи, сохранение памяти о ветеранах, о авиапредприятиях. Из тех мероприятий, которые намечены, мы хотим создать и музей, найти какие-то определенные вещи, поставить вплоть до того, что самолетом-2 памятником определим место. Но самое главное – это, конечно, привлечение молодежи в отрасль гражданской авиации. В свою очередь глава Наринмара Олег Белак после подписания документа отметил, что главная задача соглашения – развитие территориального общественного самоуправления на территории города. А также возможность увековечить память заполярных летчиков, внесших вклад в развитие Наринмара и всего региона. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».